Роман Сергеевич Наронов, главный тренер Хабаровского СКА с победой. Неожиданно, не легкий по счету, но легкие подвижения ваших футболистов, то, что у них получалось, то, что вы сделали на поле. Чем объяснить, в общем-то, вы уже играете в том режиме, когда надо спать на дальний восток и обратно? Спасибо большое, но если говорить про игру, мы с первого тренировочного дня на сборах прерываем этот футбол. Это не касается только отаги, касается и в целом. То, что касается наших перелетов, мы учитываем и составляем таким образом тренировочные циклы, что там есть восстановление. И игроки принимают то, что выходной день, это образно такое же восстановление, поэтому у нас есть определенный баланс, исходя из нашего тяжелого, не графика, а вот именно этого расстояния по перелетам. Сколько вы потратили на дорогу, то есть Хабаровск и сюда? Мы, честно, не знаю, сколько там, 7 часов летели до Москвы, потом еще 3 до Астрахани. Еще потренировались, да, ну, пересадка короткая. Много было как раз разговоров, что вот Хабаровск играл в Казани и сейчас играет уже, ну, в том режиме, в котором Хабаровская команда привыкла играть. И что будет сложно. Действительно ли сложно вам, как человек, который оказался вот на Дальнем Востоке, не так давно вы по факту там живете? И как вы видите, именно, не настолько ли это надуманная проблема, как об этом бывает? Нет, ну, конечно, это, я могу сказать, что это легко, да, потому что часовой пояс, перелет, это не может быть легко. То есть у нас нет этого преимущества, которое есть у других команд. Но это данность, и мы к этому относимся так, что мы должны максимально использовать тот ресурс, который у нас есть, я уже вначале сказал, поэтому мы выбрали все игроки, я, это наш клуб, мы работаем и делаем максимально, стараемся сделать максимально качественно. У вас появился новый тренер по стандартному положению, по-моему, так его аттестовали на сайте, сегодня забили со стандарта, это его удача и системная работа, и чем было вызвано вот именно приглашение такого специального, ну, специализированного специалиста, может быть, мы заблуждаемся? Нет, конечно, современный футбол, это не только, можно говоря, атака и оборона, да, которые ставятся, прежде всего, мной и моими помощниками, но это и стандартное положение, то есть это эпизод в игре, который часто есть, и он может влиять на игру, на результат, поэтому мы не строим, не выделяем, можно говоря, там тренера по физподготовке или по стандартам, или еще кого-то, то есть мы работаем в целом в команде. А то, что так произошло, ну, у нас были определенные перестановки в связи с решением клуба, поэтому так произошло, и стандарт это не случайно, мы работаем над этим. Роман Сергеевич, а после пропущенного гола Денис Фомин поднялся с позиции вторая защита в опорную зону, а в чем была цель этой перестановки? Не поднимался в опорную зону, он действовал на определенном пространстве, я ему давал установку, то есть это не гол повлиял, то есть у него была определенная роль, да, в его полуфланге, исходя из того, сколько из пространства, он играл, может быть, ближе к центру, иногда шире, то есть это не гол, то есть это было задание изначально, дано. Юрий Бабин, он номинал центральный полузащитник, но он новый смещался во фланге, это ваша установка или же по ситуации Юрий такое решение принимал? Ну, если говорить, когда он смещался на фланге, это было по ситуации, а на самом деле он достаточно неплохо держал позицию, вторую игру, то есть он в этом плане сделал прогресс, поэтому только исходя из ситуации, то есть у нас есть такое слово компенсация, то есть если игрок оказывается в другой зоне, его кто-то компенсирует, исходя из того, что происходит на футбольном поле. Юрий Бабин, у вас два вратаря получили травмы, наверняка это закрытая информация, их характер, но много было разговоров, заявите вы четвертого или не заявите, сегодня играл молодой шагель, который эти матчи первые в ФНЛ, и вы с ним побеждаете, актуальна ли эта проблема для вас? Ну, к счастью, что Женя не получил тяжелую травму в Алане, небольшая проблема была, но она ушла, но то, что Ислам и любой другой игрок готовятся к игре, это у нас основа, мы не тренируем 10 игроков, 11 или 12, мы тренируем всех игроков, которые у нас есть, а их задача быть готова выйти на футбольное поле, это прощественно для того, чтобы каждый из игроков знал, что он может рассчитывать на своего партнера, мы устраиваем именно работу так. Вы подписали контракт с клубом на два сезона, и, в общем-то, по сути, собирали летом достаточно короткое время новую команду, там всего пять футболистов осталось от нее, насколько вы, как тренер, который отвечает за результат, может оценить пройденный путь для той цели, наверняка мечты, которую вы сами перед собой ставите и ставите на этот клуб? Ну, я не строю никакие мечты, я ставлю правую цель, как и Ракея. Да, у нас были определенные сложности, но я знал про это, что в команде там было, наверное, два игрока, то есть, кто, который сейчас играет, остальные были только в обойме, но это часть той работы, и не я один ее проводил, это руководство клуба, то есть, мы работали в тех условиях, в которых у нас были, поэтому смогли набрать тех игроков, которые есть, и продолжаем с ними двигать дальше, поэтому это хороший опыт. Роман Саронов был жестким футболистом, неуступчивым, с характером, и не сказать, что бы техничным, уж извините, Роман Сергеевич, а ваша команда играет в очень интересное, и видно, что вы ставите определенную игру. С чем связана такая разница между футболистом и вам? Ну, если я был не очень техничным, я бы не играл в Лига Чемпионов, поэтому и сборная, это, понятно, техника, это такое понятие растяжимое, но этот футбол был у меня в ДНК, то есть, в моем сознании, да, наверное, я не смог его реализовать по тем причинам, что, ну, меня не обучали, да, если так говорить, но этот футбол у меня в ДНК, и тот путь, который я начинал, когда работал тренером в Академии, как раз я попал к тем учителям, которые меня научили, именно, они проповедуют именно вот этот футбол, да, но это не говорится, опять же, что это атака. Да, это все в целом. Поэтому я вижу так футбол и хочу таким образом побеждать. Я не говорю, что другой футбол хуже там или лучше, я вижу футбол так, и я стараюсь донести это до игроков, и мы идем дальше, вперед. Это сложная лига, и вы на этом фоне, ну, много команд играет силовой, атлетичный футбол, вы на этом фоне выделяетесь. Для вас это сезон первый, что, первый круг заканчивается, что бы вы отметили именно вот как лига, как футбол для вас, его дебютанты? Ну, я бы не сказал, что все команды играют силовой футбол. Я бы сказал, что очень много борьбы, но она, знаете, достаточно невысокого качества. То есть я говорю про дуэли, когда есть дуэли, которые проходят качественно, я вижу, что бывает, что дуэли эти некачественные, да, то есть это такой момент. Но в то же время есть команды, которые стараются играть в футбол, то есть уже появляются. Но для меня это не игроки решают, в какой футбол играть.